Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Посмотрим, что здесь ловят. Сейчас рыбаки как отдыхают. Здесь ездят на лодках. Вода прям очень хорошо пришла в этом году. И даже вот с правой стороны кое-где уже лужи залило. Обычно здесь воды, конечно, столько много нет. Рыбка идет под пивку. Здесь компания, он прям с палаткой расположилась. Хорошей. Видимо, надолго. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще мелковатая, да, ловица? Ну, такая, как вот, 17 сантиметров чуть больше. Ничего такого удивительного нет. Как будто осенец, блин. Да, ну, вряд ли. Так, в общем, жалуются здесь то, что мелкая ловица. Ну, в принципе, там, где мы тоже надо фильтровать. Такое прям, чтобы крупный-крупный нет. Ну, бывают такие неплохие экземпляры. Такая жирненькая попадается. Здесь готовят шашлычки. Мы сейчас тоже какое-нибудь себе место, надеюсь, выберем. Но вдыхающих очень много. Это мы еще половину проехали. Вот сзади нас. Там была тоже большая бригада. Прямо от трассы вот вдоль разлившегося ерека люди стоят. Да, и с курицей. Вот тоже в облачко. Здравствуйте. Мелочь, да? Да, понимаете. Пристегай с вниманием. Вода прям хорошо идет. Здесь тоже ведро. Здесь покрупнее уже. Люди на лодках вот на той стороне. Видимо, на этой стороне им тесно. Или просто поэкспериментировать решили. На ту сторону перебрались. На островок. Здесь люди прям со снастями подготовились. Но весна. Вот травка очень хорошая, зеленая. А деревья еще такие бедные. А зелень. Но буквально второй день мы здесь находимся. Я вижу, как листва начинает расти. Я думаю, за неделю, которую мы здесь проведем, здесь вообще все зелено будет. Тут все любители активного, активно-пассивного отдыха. Но я вот лично не люблю, когда столько народу на природе все близко друг к другу. Был шум определенный туда-сюда. Как-то нет такого спокойствия. Когда один приезжаешь и стоишь. Мы сейчас достаточно хорошо стоим на кемпере. Получается, ночью у нас вообще соседей нет. Но днем так достаточно далеко. Сейчас достаточно жарко, кстати. Когда ветра нет на солнышке, вообще кажется, что где-то плюс 25. Я хожу в легкой ветровке, мне сейчас жарко. А вот ветерок чуть подует или в тенек зайдешь. Уже не такая жара. Ну реально сейчас вот мы, видимо, пришли у всех обед. Все рыбаки сейчас пропали, ждут уже вечерний клев. А, да, вон сфереди. Прямо человек здесь заснул. Видимо, нарыбачился с утра. Интересно, откуда здесь вода, да? С той стороны вроде ниоткуда прийти. С этой стороны тоже не переливает. Да нет, у нас свежая. А, ну если кто-то снят, может быть, здесь особо так не лежит, чтобы много. Так, ну прошли мы пьяных рыбаков. И здесь опять начались более серьезные кампании. Сейчас посмотрим, что у них появится. О, тут-то покрупнее плов. Вот такой коварный астраханский мох. Облепливые деревья, они становятся вот такого цвета. Я уж не знаю, мох это или не мох. Но вот такие, как чешуйчатые наросты на деревьях. Вот основной ерик пошел слева. А здесь затончик от него такой небольшой. Решили здесь остановиться, посмотреться. Полетая здесь на дроне, посмотрим, сколько рыбаков на самом деле находятся на ерике с высоты птичьего полета. Подписывайтесь на канал. Мы путешествуем по миру. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok